значит мы сегодня поговорим о циклах истории глобальном управлении я хочу начать с цитаты из работы вот этого человека которого фамилия была ядрихин а взял он себе псевдоним ван дам это такой голландский был теоретик военный в 19 веке никто никогда не слышал имя ядрихин ван дам нет ядрихин русский аван дам он взял псевдоним просто в честь вот я вам очень рекомендую найти его в интернете это еще я полагаю один из лучших наших геополитических мыслителей причем он очень трезво видел вообще ситуацию я хочу вам процитировать одну вещь потом мы оттолкнемся нам нужно как эпиграф к нашему занятию простая справедливость требует признания за всемирными завоевателями и нашими жизненными соперниками англосаксами одного неоспоримого качества нигде никогда ни в чем наш хваленый инстинкт не играет у них роли добродетельные антигоны внимательно наблюдая жизнь человечества в ее целом и оценивая каждое событие по степени влияния его на их собственные дела они неустанной работой мозга развивают в себе способность на огромное расстояние во времени и пространстве видеть и почти осязать то что людям с ленивым умом и слабым воображением кажется пустой фантазией в искусстве борьбы за жизнь то есть политики эта способность дает им все преимущества гениального шахматиста надпоследственным игроком испещренные океанами материками и островами земная поверхность является для них своего рода шахматной доской от тщательно изучены в своих основ основных свойствах и в духовных качествах своих правителей народы живыми фигурами и пешками которыми они двигаются таким расчетом что их противник видящих каждый стоящий перед ним пешки самостоятельного врага в конце концов теряется в недоумении каким же образом и когда им был сделан роковой ход приведший к проигрышу партии такого именно рода искусства увидим мы сейчас действуем а в действиях американцев и англичан против нас самих это написано в 1912 году то есть ядрихин абсолютно четко зафиксировал несколько вещей это что мы получим по полной программе от англичан и американцев это что главным соперничеством 20 века будет соперничество англо-американцев с одной стороны русских другой и самое главное он очень четко определил качество правящего класса британского но и отчасти американского связанного с ним это то что они смотрят на мир очень широко и сказать фиксируют широкую площадку поэтому сегодня мы поговорим о больших циклах истории посмотрим где мы находимся а потом насколько хватит времени займемся проблемой глобального управления значит написал специальных большие циклы евразии маятник дело в том что евразия развивается по определенным циклом я их зафиксировал я не могу объяснить почему они 800 800 лет но эмпирически они фиксируются очень четко четко и это движение такой восток запад двенадцатый век до нашей в северном причерном море появляются индоевропейцы и возникает то что историки назвали кризис двенадцатого века троянская война который на самом деле победили не греки а троянцы агамер все потом переделал троянская война это последний отголосок кризиса двенадцатого века народы море напали на египет в общем это был мощнейший кризис 12 лет до нашей эры то есть да почему произошел потому что индоевропейцев выбила волна кочевников из центральной азии то есть движение восток запад исходное движение шло из центральной азии проходит 800 лет и вот это первый цикл 12 4 век до нашей эры какая экспансия начинается кто помнит в четвертом веке до нашей эры из европы александр македонский потом времени значит у нас здесь идет запад восток проходит еще 800 лет и опять очень крупное перемещение народу населения что происходит у нас четвертом пятом веках нашей эры евразии но не только германские там гонны великое переселение народа фольк вандерунг и мы опять имеем запад восток движение с востока на запад проходит еще 800 лет и что у нас происходит в евразии в двенадцатом тринадцатом веках какие перемещения населения крестовые походы совершенно верно это движение запада на восток пока у нас все идет просто совершенно чет нечет восток запад запад восток восток запад запад восток но двенадцатом тринадцатом веках мир уже был значительно сложнее и в это же время в маятнике появляется еще одно движение великие монгольские завоевания это восток запад и наконец проходит еще 800 лет мы имеем девятнадцатый двадцатый века в девятнадцатом веках какие были крупные миграции населения а европейцы которые переселяются в америку то есть мы опять имеем переселение с востока на запад но только теперь уже из европы и кроме того возникает еще одно движение север юг север то есть в америке это движение из мексики в соединенные штаты в европе это африканцы арабы курды турки в европу у нас это средняя азия и кавказ в россию значит юг север но самое интересное на сам вот значит это у нас первый цикл второй цикл третий цикл четвертый цикл самое интересное происходит в середине каждого цикла дело в том что в середине каждого цикла в евразии возникают крупные империи а в европе помимо прочего возникают новые социальные системы происходят социальные революции в середине вот этого цикла в восьмом седьмом веках возникает благодаря полисные революции во первых полис возникает возникает антично-робологическое общество то есть не просто какая-то империя а новая социальная система в середине второго цикла в европе возникает римская империя но происходит еще более важная вещь возникает христианство чем важно христианство христианство создала невиданную вещь до тех пор невиданную вещь субъекта который вступает в индивидуальные отношения с абсолютом это в полисе было совершенно невозможно сократ сократа отправили пить цикут только за одну вещь за то что он пытался вступить в индивидуальные отношения с абсолютом то есть верить бога помимо коллектива это то что потом было реализовано христианство значит христианство индивидуальный субъект третий цикл в середине третьего цикла происходит сенью реальной революции возникает феодальная система и наконец в середине вот этого цикла который мы вообще можем уже зафиксировать даже вот так по годам они по векам 1991 год 2221 это поход первый монгол монгольской формирующейся империи на китае это распад советского союза а вот здесь возникают две интересные вещи мало того что вся евразия покрывается новыми империями османской сэфи витской могольской сына возникают китае токугава в японии возникают две очень важные вещи невиданные вот здесь вот начинается генезис капитализма в западной европе а в россии возникает самодержавие которые не сводятся ни в государственности не каким-то самодержавие это особая вещь то есть возникают два особых субъекта капиталистическая система и самодержавная система это происходит в шестнадцатом семнадцатом веках с этого момента евразийские циклы ломаются потому что капитализм который создан североатлантическим субъектом его создавала вся европа заземлился он в англии на подробнее я вам об этом как не позже расскажу потому что это отдельная тема возникновение североатлантического субъекта это страшно интересная вещь это поразительный пример как вот такая капелька раствора под названием венецианцы она изменила абсолютно природу английского господствующего класса и создала принципиально новое общество кто-нибудь когда ему бывал в оксфорде и кембридже или картинка фотографии видел оксфорда и кембриджа картинки там странно почему-то мостики венецианские мост вдохов и в кембридже тоже такие же мостики потому что кембридж и оксфорд в том виде в каком их форме они формировались в шестнадцатом веке их делали венецианцы тринити кольца при от венецианс значит вот смотрите здесь вот теперь это для нас все не имеет значения вот эти 800 летний цикл и для нас имеет значение последний цикл и его середина поэтому мы сейчас это вот стираем и фиксируем такую вещь с распадом советского союза закончился большой четвертый цикл евразии причем прикончили эти цикла евразии североатлантические циклы потому что повторяю условно у нас будет 1453 1648 длинный то что историки называют длинные 16 век так вот здесь возникает капитализм и возникает североатлантический субъект который выламывается из евразийской логики и который начинает экспансию не на суше а на море и возникает морская североатлантическая цивилизация которая вступает в жесткий конфликт с евразией а евразийский вариант развития воплощает россия и дальнейшее развитие 16 века протекает как противостояние западной европы и россии первые планы установления контроля над россией появились западной европе в конце 16 века один план был сформулировать такой католический план который сформулировали священной римской империи а второй план придумал джон ди о котором я вам уже рассказывал это английский план зеленой империи то есть зеленая империя это англия которая контролирует северную америку и россию а если получится то и дальше 16 века эти два плана переплетаясь видоизменялись до существовали до наших дней и в принципе они в конце 20 века приняли форму плана рокфеллеров по отношению к россии плана ротшильдов но они сохранились они никуда не делись но сформулированы были впервые в конце 16 века дальше североатлантическая система вот западноевропейская чтые называть североатлантической потому что она сразу же включила атлантику в свой своей систему она начала развиваться по своим циклом значит мы запомнили вот мы сейчас находимся закончился четвертый цикл мы находимся в начале какого-то совершенно нового цикла давайте теперь посмотрим как развивалась североатлантическая система сер Franklantеческая система оиз말 о сточат совершенно по циклам накопления капитала поскольку и по гегемонии она знала три гегемонии голландская гегемония пик 1625 1653 британская гегемония пик 1815 1873 и американская гегемония здесь очень хитро сейчас я вам нарисую первую фазу а вот здесь мы ставим знак вопроса чтобы вернуться значит голландская геги голландская гегемонии ей соответствует голландский цикл накопления капитала это конец 16 начало 18 значит британские это середина 18 начало 20 и здесь конец 19 и опять же знак вопроса почему знак вопроса выставил классической гегемонии было столько британская потому что британия была гегемоном и политическим и экономическим голландия было гегемоном только экономическим политическим гегемоном в это время была франция людовика 13 14 а вот с американские гегемонии вещи очень интересные происходят и мануэл выставим своей работе когда-то написал что 1975 год это конец гегемонии соединенных штатов и действительно в 70-е годы соединенные штаты очень плохо было 8 87 года они вообще зависли над пропастью а в 90-е годы мы говорим о них как о сверхдержаве здесь произошла тоже очень интересные вещи в семьдесят пятом году волерстайн абсолютно прав закончилась гегемония сша как государство потому что с 1963 убийство кеннеди до 1974 года импичмент никсона сша произошел ползущий переворот в результате чего власть захватили англо-американские банкиры и соединенные штаты превратились из государства преимущественно преимущественно в кластер транснациональных корпораций то гегемонии сша которая существовала но условно с 1990 года по 2010 это не гегемония государства сша это гегемония сша как кластера транснациональных корпораций но вот этот период 75 по 1990 год соединенные штаты висели над пропастью мы привыкли говорить о том как у нас было плохо перестройку на самом деле плохо было не столько у нас сколько у соединенных штатов они буквально висели над пропастью причем значительно большей степени чем мы и все определяло то есть кто-то должен был слететь в пропасть и все определялось чья элита окажется сильнее американская элита оказалась сильнее она перед перевербовала на свою сторону часть советской элиты но перевала не в примитивном смысле а заинтересовала их интеграции в западную систему советский союз рухнул и на 20 лет соединенные штаты оказались сверхдержавой причем они решили в 90-е годы свои очень серьезную проблему путем ограбления бывшей зоны социалистического лагеря они выкачали оттуда в 90-е годы 1 триллион долларов и в результате последние во второе президентство клинтона в последние три года у сша впервые за 30 лет был профицит бюджета потому что они выкачивали средства из восточной европы из советского союза но все закончилось 2007 2008 годах крушение советского союза подарил соединенным штатам 15-18 лет спокойной жизни но спокойной жизнь закончилась и начался кризис который будет только нарастать но нам сейчас важно отметить вот что мы живем в конце то есть он уже закончился конец британского американского цикла накопления капитала и конец американской гегемонии что будет дальше в принципе нет ни одного государства которое может заменить соединенные штаты в качестве гегемона то что соединенные штаты отступают и уходят это видно потому как изменилась их военная доктрина если до 1200 до 2012 года согласно военно-американской доктрине сша могли вести две войны и плюс непрямые военные действия во всем мире 5 января 12 года обама озвучил новую доктрину военную сша в которой говорится что американцы могут вести одну войну и непрямые действия в других странах то что американцы не смогли ничего сделать сирии по целому ряду причин там не все так просто как на первый взгляд кажется потому что далеко не все в америке хотели региональные войны обама например не хотел точнее не обама когда я говорю обама значит кланы которые стоят за обамой они не хотели войны войны хотели нефтяники и израильской лобби хотели не получим простой причине обама хочет установить отношения с ираном иран должен заменить израиль в качестве такого партнера сша на ближнем востоке и он в этом отношении более удобен сша чем израиль во первых он больше иран чем израиль он лучше расположен с другой стороны это постоянно раздражитель для всех арабов потому что иран как вы знаете шиитская страна а противостоят ему сунницкие монархии сунницкие государства то есть переориентация на иран вместо израиля это голубая мечта целого целой части американского истеблишмента но не все части поэтому та часть которую не хотела и плюс естественно израиль и саудовская аравия салвискара это при таком раскладе вылетает им нужно было естественно конфронтация но больше всего конфронтация нужно было американской нефтянки потому что они прекрасно понимали что если начнется региональная война с участием ирана у ирана есть только одно средство затянуть ситуацию это перекрыть армудский пролив если иран перекрывает армудский пролив цену на нефть подскакивают фантастически а дальше войну затягивать месяцев на 8 на 10 цены подскакивают условно до 150 долларов за баррель в результате соединенным штатам нефтянки хорошо китай плохо евросоюза плохо то есть вот это лишний раз говорит о том что гегемония сша действительно заканчивается тем более значительная часть мирового финансового истеблишмента в этом заинтересована заинтересована в том что был золотой юан это голубая мечта ротшильдов которые так вложились в китай что у них теперь в общем так сказать обратной дороги нет но мы фиксируем вот что закончилось 20-летие гегемонии сша как кластера транснациональных корпораций то есть гегемония с американская гегемония двугорбая в отличие вот от этой от этой это гегемония сша как государство 45 по 75 год причем гегемонию сша как государство прикончил советский союз по иронии истории нанеся поражение сша во вьетнаме и потом 15 лет такой странной ситуации и соединенные штаты побеждают и паска подскакивают и становится лидером на вот эти 20 лет это еще один цикл еще один цикл капиталистической системы одна точнее группа цикла кондратевские циклы кто-нибудь так к 60 не 80 кризис а вот что такое 60 лет эти как кондрать называл эти 60 нет технологический плат он таких терминов не знал значит называется большие циклы экономической конъюнктуры значит кондратьевский волны это примерно 50 60 лет кондратьев их делил на две части повышательная волна и понижательная волна но потом экономисты стали осторожнее рассуждать потому что во время повышательных волн часть экономики понижала снижал развитие а во время понижателей наоборот часть меньше поднималась поэтому говорят кондратив а кондратив б и иллюстрирует это как кондратив а это вдох мировой экономики Кондратьев-Б это выдох. Значит здесь циклика такая. Первая волна Кондратьевского цикла покатилась с 1780-х годов с началом индустриализации. Я привлекаю ваше внимание к тому, что циклы Кондратьевские характеризуют только индустриальную экономику. Закончилась она между 1844-51 годами и, грубо говоря, в 1848 году год кризиса европейской революции. Вторая волна это 1848-1000 да, переход произошел от А к Б между 1810-1817 годами Вторая волна 48-1896 переход произошел в 1873 году, когда началась экономическая рецессия. Она длилась до 1896 года Значит следующая волна у нас 1896-1945 переход произошел 1914-1920 и, наконец, последняя волна 1945 она стартовала в 1968-1973 годах произошел переход к Кондратьеву Б а потом начались непонятки в 90-е годы экономисты полагали, что вот сейчас наступит Кондратьев А, все начнет подниматься ничего не поднималось и пошел 21-й век опять нет никакого Кондратьев А а в 2007 году шарахнул кризис то есть Кондратьев как бы продолжается Кондратьев Б, который длится уже с 1945 более того очень многие вещи теперь не фиксируются с помощью Кондратьев ских циклов как вы думаете, с чем это связано? Совершенно верно только аккуратнее нужно с термином постиндустриальный вообще любой термин пост там постимпрессионист постиндустриальный как бы предполагать, что индустрии уже нет а это уже какое-то другое общество дело в том, что индустрии никуда не делал просто на ней вырос некий нарост который очень важен но который ее не отменяет то есть гипер поэтому я предпочитаю говорить о гипериндустриальном обществе значит мы сейчас живем в самовоспроизводящейся Б фазе Кондратьевских циклов она самовоспроизводится она никуда не уходит то есть как бы мы живем в таком вялотекущем кризисе индустриальной системы и наконец еще одна циклика это волны революции цен финансовая история финансовая история Европы это чередование периодов революции цен и ценовых равновесий революция цен ну она революция просто как темная революция на самом деле там ничего революционного нет а есть только очень нехорошая революция цен это когда падают зарплаты и растут цены на все что на все что можно прежде всего на продовольствие значит если говорить о том периоде который нас интересует вот с этого с 16-18 века то революция цен здесь имела место вот в этот период и кризисная фаза пришлась на 1590 и 1650 годы революция цен началась вот в конце 15 века закончилась в середине 17 значит если мы вспомним из истории что тут у нас в Европе происходило в этой первой половине 17 века 30-летняя война значит различные конфликты религиозные и прочее и прочее но главное 30-летняя война как конец этого периода значит затем наступила равновесие такой счастливый период а затем опять началась новая революция цен которая была укороченной и укороченная она была по одной простой причине потому что началась промышленная революция она резко ускорила окончание этого периода фаза остро-кризисная это вот что у нас происходило в Европе в этот период 1790-1810 а наполеонский войн это был экспортный вариант чего а революционные войны были экспортным вариантом чего французской революции все правильно совершенно то есть у французской революции был внутренний вариант и экспортный значит дальше наступил самый счастливый период в истории Европы таких периодов вообще было длительных таких периодов был только один ну а не длительных если считать то получается 3 вот вместе с этим я понимаю здесь историков наверное нет но может из того что вы знаете подсказка кроме вот этого периода спокойного было еще два периода в европейской истории когда люди спокойно жили и смотрели в будущее с уверенностью кто знает когда абсолютно верно но это 30 лет это правильно а еще один был период значительно раньше это какой это период правления пяти императоров династии Флавия и Фримия в втором веке это Нерва Антонин Пи Адриан Трояна Марк Аврелий это 90 лет полного полного покоя вот это можно сравнить вот с этим значит но после этого с 1890-х годов началась опять революция цен она не закончилась кризисная фаза началась 1980-е годы то есть смотрите с точки зрения Кондратьевских циклов мы живем в кризисной фазе индустриальной системы с точки зрения финансовой истории мы живем в кризисной фазе революции цен и действительно если мы посмотрим то что сейчас происходит в мире и в России тоже поскольку канадская часть мира а чем вы можете проиллюстрировать есть какие-нибудь идеи в чем проявляется у нас революция цен вот в наши дни какие чем можем доказать инфляция у нас сколько сейчас это официально это официально есть еще один показатель очень совсем плохой особенно для тех кто родился после 65-го года это то что с пенсиями будет происходить единственное утешение с пенсиями происходит плохо во всем мире потому что во всем мире пожилых людей становится все больше и больше и их прокорм ложится бременем на социальную систему я собственно даже не представляю как этот вопрос решаться будет через 20-30 лет ну ладно европейцы они относительно гуманный народ но как в Китае будет решаться этот вопрос я просто не не представляю вот про нас я думаю мы каким-то образом выкрутимся на наш такой а? что? а я имею ввиду вообще как старые люди будут уже выживать в Китае нет пенсии там хуже еще в Китае поскольку кто-то клюнул на схему одна страна то есть одна семья один ребенок и был один ребенок но смертность довольно высокая и в Китае например сейчас развернута психологическая система психологической помощи тем родителям у которых был один ребенок и он умер потому что если ребенок умер это означает поскольку пенсии нет тебя никто не поддержит в старости и люди кончают самоубийством и вот задача психологической помощи им значит помочь значит и есть еще одна вещь которая добавляется ко всему ко всей этой циклике она более длительная она связана уже не с обществом а с геоклиматическими циклами раз в 11,5-12,5 тысяч лет происходит тотальная планетарная перестройка она длится 200-250 лет последняя планетарная перестройка началась 1900-е годы и закончится она в 30-е годы 22-го века а активная фаза кризисная приходится на 1990-е 2030-е то есть мы получаем небывалые в истории совпадения целого ряда кризисов причем сейчас быстро процессы развиваются скажем самый страшный кризис в истории человечества может кто-то подскажет самый страшный кризис в истории человечества длился верхний палеолит совершенно точно это верхний палеолит кризис длился 15 тысяч лет 80% населения планеты сгинуло резко деградировало искусство достаточно посмотреть костенки 1 костенки 2 на скальную живопись это 25 тысяч лет назад и посмотреть что было 15 тысяч лет назад то есть это была жуткая совершенно деградация и кстати да выходом из этого кризиса было представление земледелия и скотоводства а как вы думаете с точки зрения навыков и знания о природе что сложнее охота которая присваивающая хозяйство считается или земледелие вот кто должен знать о природе больше и лучше понимать природу земледелец или охотник земледелец почему аргументируете ну много же видов разных он у кого охотится на тех на других сезон совершенно верно у земледельца у земледельца более сложный труд но более ограниченный его приложение охотник достаточно почитать дер Сулзала Арсеньева там кстати дер Сулзала об этом рассуждает очень интересно вот кстати кто читал Арсеньева я вам очень рекомендую всем прочитать дневники Левингстон очень интересный но Арсеньевский в Дебрях Тайги и потом он был умный человек разведчик вот я вам очень рекомендую почитать это совершенно фантастическое чтение но такое неспешное его нужно смаковать ну естественно это на любителя значит что что еще какой с какими еще кризисными явлениями мы здесь сталкиваемся то есть понятно что мы въезжаем кризису которого не было аналогов что усугубляет ситуацию это кризис современной науки которая нам практически ничего об этом кризисе не может рассказать поскольку я уже говорил в этой аудитории несколько раз дисциплины которые нам достались от 19 начала 20 века они изучают ту реальность которая буквально исчезает на наших глазах гражданское общество для изучения которого было для исследования которого была создана социология гражданское общество скукоживается политика превращается в комбинацию шоу-бизнеса административной системы уже в 80-е годы появилось исследование о Франции не о Соединенных Штатах где-то процент быстрее о Франции конец было прекрасное исследование Лафленда конец политики во Франции Миттерана кризис образования но об этом вообще понятно совершенно здесь даже нечего говорить иными словами та сетка дисциплин которая была очень комфортна в 50-е 60-е годы она оказывается не бесполезной но она оказывается не работающей во многих отношениях именно сейчас и идет поиск первая попытка выйти из кризиса это междисциплинарные исследования но у них очень ограниченный потенциал а вторая попытка это создание новых дисциплин в этом отношении первопроходец Эммануил Уиллерстайн который придумал мир-системный подход где базовая единица анализа это мир в целом я полагаю что у него не очень хорошо получилось и отчасти доказательства служит то то есть его подход очень хорошо работает на 16-17 век а дальше он начинает работать все слабее и слабее и не случайно первый том мир-системы посвященный 16-17 веку он написал за 11 месяцев второй том который посвящен 18-19 веку он писал уже так значит 7-6 лет третий том он писал 11 лет а четвертый 20 лет сейчас он до топов до 1914 года хотя в 89 году он мне говорил что в 2000 году он положит два тома один том закончится 14-м годом а второй том закончится 2000 годом это как сказал мне Уиллерстайн это будет его подарок 21 веку но вот он недавно только выпустил четвертый том который заканчивается 14-м годом и насколько я знаю там пока что 20-м веком не пахнет там сложности так вот значит кризис науки об обществе он создает очень интересную ситуацию мы все прекрасно понимаем что кризис есть а аналитического аппарата аналитического оружия для анализа этого кризиса у нас нет более того если мы посмотрим на современную науку которая все больше превращается в такую профессорско-профанную науку профессорская потому что она отделена от жизни а профанную потому что она рассчитана на очень примитивный уровень мы видим что есть вещи которыми сейчас мы смотрим на 20-е и мы видим что скажем та же политология которая занималась властью эта политология никогда не занималась реальной властью она занималась анализом того кто как проголосовал дело в том что реальная власть это тайная власть а она ее не занималась практически и здесь мы сталкиваемся вот с какой Дело в том, что капитализм это самые сложные и загадочные из социальных систем. Мало того, что капитализм создаёт от себя докапиталистические формы, там, где капиталу не противостоит наёмный труд, капитализм от себя создаёт докапиталистические формы. Например, плантационное рабство в Карибском бассейне и на юге США. До прихода туда капитализма там никакого рабства не было, капитализм его создал от себя. Квазифеодальные структуры в Латинской Америке и Бенгалии Это тоже создано капитализмом от себя То есть капитализм странная система Он от себя создает докапиталистические формы Что еще более странно В 20 веке в капиталистической системе возникает антикапиталистический анклав Социалистическая система, которая становится ему альтернативой Ну и можно об этом говорить очень много Но самые главные две вещи, связанные с капитализмом На мой взгляд заключается в следующем Во всех книжках про капитализм, про запад Нам рассказывают о капитале И о государстве И вот их взаимоотношения Нам рассказывают, что это и есть капиталистическая система На самом деле Здесь нет самого важного элемента Который объединяет капитал государства И снимает базовое противоречие капитализма И нам вот эта структура и это противоречие Нужны будут для того, чтобы зафиксировать еще одну циклику Самую важную Которую очень многое обещает России для выхода из тупика Дело в том, что экономически капиталистическая система Это единый мировой рынок без границ Нет границ в капиталистической системе То есть это целостность А политически это международная система государств Как она оформилась после Вестфальского мира в 1648 году То есть возникает противоречие между политикой и экономикой Между целостностью и суммарностью И между национальным уровнем и мировым уровнем То есть условно говоря У буржуина в Англии есть интерес во Франции А у буржуина во Франции есть интерес Германии И для того, чтобы реализовать этот интерес Они должны обмануть свое государство Нарушить его законы И делать это систематически Но для того, чтобы делать это систематически Нужна какая-то организация Значит, сама политэкономия капитализма Требует, чтобы у него были организации А. Надгосударственные Б. Закрытые И. В. Они должны работать постоянно Они не должны так один раз собрались, разобрались Значит, в результате Вот здесь у нас возникает нужда В наднациональных структурах Мирового согласования и управления Это длинный термин Но он мне нравится больше, чем термин Ивана Ильина «Закулиса» «Закулиса» Но это метафора И есть еще термин «Мировое правительство» Это вообще термин дурацкий Потому что никакого мирового правительства нет И быть не может Есть разные структуры, которые То есть мировое правительство — это мечта Нехих лиц Но мечта, я думаю, это никогда не осуществится Значит, вот этой вещи Это угол третий Он снимает противоречия между капиталом и государством Он воплощает долгосрочные целостные интересы капитализма как системы, и он снимает его базовое противоречие. То есть, когда Маркс в 1971 году сказал, что если бы он писал капитал заново, то он начал бы не с капитала, а государства. Сейчас нужно сказать, что если сейчас писать капитал, нужно начинать вот с этого. Но проблема заключается в том, что когда у буржуазии возникла потребность вот в этом, в 18 веке, у них своих структур не было. Они начали искать, что же можно такое использовать. И первое, что им попалось в руки, и то, что они слепили, это были масонские структуры. И масонство решало проблемы, которые стояли перед этими задачами, аж до 1860-х годов. Сейчас забавно иногда читать или слышать, кого-то говорят, что масоны, они все определяют. Масоны вот после этого периода, то, что есть масонские организации, но они резко отошли на второй план по одной простой причине. Мир 1870-х, 80-х годов резко усложнился. Да, еще очень важная вещь. Все наднациональные структуры мирового согласования и управления были так или иначе связаны. Либо с Великобританией в 19-20 веке, либо с Великобританией и США в 20 веке. Их интересы совпадали. Значит, сразу же возникло, здесь тоже нужно сказать, объяснить, почему возникли здесь проблемы. Дело в том, что масонские структуры в 18 веке были двух типов. Все под британским контролем. Островные и континентальные. Островные структуры исходили из принципа «right around my country». Они были британские, патриотические, национальные и очень жесткие. Континентальные структуры, это был экспортный вариант. Они были прямо противоположные. Либерализм, космополитизм, демократия, либерализм, ориентация на британские идеалы. То есть, это был такой экспортный вариант. И, как правило, ими управляли одни и те же люди, но это был экспортный вариант для того, чтобы Европа смотрела в сторону Британии. Ее наднациональных структур. И это длилось до конца 60-х годов. В конце 60-х годов ситуация изменилась. Дело в том, что Наполеон III очень стал досаждать британцам, потому что он хотел ввести биметаллизм в Европе. То есть, вернуться к биметаллической системе. А британцы уже в 20-е годы, у них была золотая монета, они этого не хотели. И поскольку Наполеон III, как человек недалекий, решил, что он может сыграть самостоятельную игру, он доигрался. Масоны Франции, Британии и Пруссии договорились между собой, и французский генералитет сдал практически франко-прусскую войну. Пруссаки победили, и вот здесь пруссаки преподнесли британцам сюрприз. Они поломали основополагающий принцип масонских структур – ориентация на Британию и космополитизм. В 1971 году масонские организации Германии, которые когда-то были созданы британцами, объединились в единую структуру, которая стала называться Гехаймеддойчленд – Тайная Германия. И британцы поняли, что им бросают вызов на вот этом уровне. Нужно сказать, что кроме немцев никто никогда не бросал британцам такого вызова. Орденских структур и структур такого типа никогда не было у русских, никогда не было у французов. А немцы попытались это сделать. И это означало, что масонство в старом виде больше не работает. Британцы должны были найти ответ. Они его нашли. В 1891 году три человека – Ротс, Стет и будущий лорд Эшер. Стет – это журналист, известный британский разведчик. Он погиб на Титанике потом. Ротс – это человек, связанный с Ротшильдами. Именем его называлось Родезия, Северная Южная. Это такой золотопромышленник и диамантер в Африке. Так вот, они решили создать принципиально новую структуру. Пускай новую структуру закрытого типа. Они ее назвали… Общество это называлось «Мы», «We» или «The Group» – «Группа». Она существует и сейчас. Например, Джулиан Ассанж тесно связан именно с этой группой. Они исходили из того, что нужен союз всех англоговорящих народов. Прежде всего, британцев и американцев. Для этого нужно крепить связь между вот этими сегментами англо-американского мира. А конкретно нужно поставить под контроль американские финансы. Это была такая вот задача. А вторая задача – нужно уничтожить Германию. Но Германию можно уничтожить только силами России. Значит, вторая задача – это вызвать конфликт между Россией и Германией. То есть, вот эти две задачи они начали решать. Нужно сказать, что британский капитал пытался поставить американские финансы под контроль еще в 1830-е и 1840-е годы. Тогда не получилось. И нужно сказать, что весь 19-й век британский финансовый капитал ломился в американские двери. Но американские президенты, как правило, становились на пути. Три американских президента за это заплатили своей жизнью. Можете назвать твоим фамилией? Каких американских президентов убили в 19-м веке? А? Линкольн. Линкольн еще? Гарфилд и Маккинли. Это три человека, которые наследие стояли против финансового капитала. Но в начале 20-го века ситуация изменилась. То есть англичане, английский капитал очень здорово укрепился в Соединенных Штатах. И нужен был только президент, который разрешил бы взять американские финансы под контроль. Такой президент нашелся. Понятно кто, да? Президент, портрет которого зафиксирован на 100-тысячной долларовой купюре в Соединенных Штатах. Это Вудро Вильсон. Это был такой очень недалекий, марионеточный президент, который 19 ноября 1913 года, то есть по его указу, 19 ноября 1913 года была создана структура. Вот сейчас будет столетие. И мы это столетие собираемся отметить с Мишей Хазиновым и Мишей Делягиным. Пресс-большой пресс-конференцией. Столетие Федеральной резервной системы. То есть в этот момент вот эта система взяла под частный контроль американские финансы, отодвинув государство. И эта система создавалась безусловно под финансирование мировой войны. А вот вторая линия, мировая война, это создание конфликта между Германией и Россией, на это ушло тоже 30 лет. И это, кстати, говорит лишний раз о том, насколько англо-американская элита работает на будущее. 20 лет, 30 лет. И план, в общем, выполняется. Это говорит о зрелости этой элиты. Это не значит, что этой элите нельзя противостоять. Можно, нужно. Но нужно очень хорошо понимать, что это очень серьезные люди, которых вот с наскока и просто так не обманешь. Я помню, как недавно Сатановский очень хорошо в одном интервью объяснял, почему не стоит нашим бизнесменам, у которых сейчас пошел бизнес на Ближнем Востоке, не стоит радоваться до поросячьего визга, что у них сейчас пошло хорошо. Сатановский очень грамотно зафиксировал такую мысль, что связи между британцами, например, и арабскими шейхами, это связи, которые существуют уже в трех-четырех поколениях. Это связи, которые передаются деды, отцам и нынешнему поколению. То есть, там настолько навязано, что чужаков туда не пустят или пустят в качестве лохов для того, чтобы их обуть. И в этом отношении структура мировой элиты – это до сих пор для нашей науки вещь терроинкогнито. У нас этим практически никто не занимается. Хотя, если ты собираешься играть на международной линии, у тебя должна быть карта интересов. Где интерес твоего контрагента-оппонента? Я не буду подробно рассказывать про механизм возникновения Первой мировой войны. Мы об этом отдельно поговорим, тем более, что в следующем году – столетие начала Первой мировой. Но главное заключается в том, что британцы очень хитрыми ходами сначала обеспечили франко-русский союз, потом англо-французский, а потом, показав французам, что русские слабы, спровоцировав русско-японскую войну, заставили их качнуться, французов, в британскую сторону, а потом был заключен уже англо-русский союз, возникла антанта, при этом британцы на себя не взяли никаких обязательств. А дальше нужно было спровоцировать Вильгельма, что и было сделано. Очень изящно, причем спровоцировали его два агента вот этой структуры, которая называется «The Group». Агенты были русские. Это министр иностранных дел Извольский и наш посол в Сербии Николай Хартвик. Вот эта пара работала на англичан. Они были внешним кругом организации. Но это уже была не организация РОЦ. РОЦ умер в 1902 году. Организацией руководил уже другой человек – Милнер. Причем вот такая интересная вещь. При том, что вот эти структуры – «The Group», «We», они выражали интересы крупного капитала британского. Лидерами интеллектуальными и политическими этих структур становились простолюдины. Например, Милнер или одна из самых зловещих фигур XX века – Герберт Уэллс. Он был очень из простой семьи. И однажды, даже когда его познакомили с Канан Дойлом, он подколол Канан Дойла, сказал, что мы-то вообще с вами встречались, господин Канан Дойл. Канан Дойл удивился. И тогда Уэллс шпильку ему всадил. Он сказал, что вы знаете, я был посыльным в лавке вашего отца, но, естественно, вы на меня не обращали внимания. Тем не менее, британский, вообще англосаксонский, британский и американский правящий класс отличаются тем, что он умеет вытаскивать из среды среднего класса, а если надо, из рабочего класса, талантливых людей, которых можно выдвинуть на первый план и которые могут артикулировать интересы верхушки. Но для этого нужно придать свой класс. Например, Тетча, дочка лавочника, предала свой класс, средний класс, занималась его изничтожением. Но ее вычислили в свое время, что тщеславная, управляемая, упертая. Двинули, и она полностью отработала все потраченные на нее социальные и материальные средства. Итак, значит, 14-й год у нас начинается мировая война, цель которой американский капитал влезает в Европу, и главная цель, которая уничтожит четыре империи – Османскую, Австро-Венгерскую, Российскую и Германскую. Вроде все получилось, и в России все хорошо. Но только в 1927 году команда Сталина давит путь 8 ноября, троцкийский путь, и еще раньше побеждает концепция строительства социализма в одной стране, то есть не мировая революция, а Красная империя. И англо-американский правящий класс меняет стратегию мировая революция, которую должны были организовать российские большевики, на стратегию мировая война. Мировая война решает целый ряд проблем для этих структур, но, опять же, не решает проблему России. То есть, смотрите, Россия все время оказывается на пути вот этих наднациональных структур. И когда мы говорим, кто был главный противник России в последние 150 лет, когда я говорю, британцы, американцы, это как метафора. На самом деле, вот кто был реальный противник России всегда. Россия оказывалась на пути наднациональных структур мирового согласования и управления. Впервые попытку создать нечто вроде наднациональной структуры, об этом заговорили Ротшильды в конце 1820-х годов. Они вполне могли об этом говорить, потому что в 1818 году Ротшильды впервые нагнули все европейские правительства. Это отдельная история. Я как-нибудь вам просто побеседую о Ротшильдах. Я не буду забегать вперед. В 18-м году они нагнули европейские правительства. И в конце 20-х годов заговорили о том, что вот хорошо бы какую-то такую наднациональную структуру, но на их пути оказался Николай I. И поэтому Ротшильды всю жизнь ненавидели Романовых. Значит, потом на пути глобалистов, причем не только правых, но и левых, Коминтерна, оказался Сталин, который отодвинул глобализацию на 1991 год. Прошло какое-то время после войны, Запад пришел в себя, и стало понятно, что структуры типа The Group и УВИ, вот эти наднациональные структуры, они не работают. Нужны принципиально новые структуры. Начался новый этап в развитии наднациональных структур согласования управления. На рубеже 60-х, 70-х годов такие структуры стали возникать. Я думаю, что о закрытых совсем тайных структурах мы просто не знаем. А фасадными организациями стали трехсторонняя комиссия и Римский клуб. Ну, еще раньше был Бильдербергский клуб, но это специфическая организация. Она была создана в 1954 году для того, чтобы интегрировать европейскую верхушку, причем аристократическую, в социальные, в политические процессы новые. И она как бы стоит особняком. А вот Римский клуб и трехсторонняя комиссия, это уже серьезно, потому что обе эти структуры были созданы для решения двух задач. Римский клуб должен был обосновать деиндустриализацию Европы и курс на депопуляцию планеты. То есть, грубо говоря, на бархатный геноцид, на сокращение населения. А вторая задача – это задушить Советский Союз в объятиях. Потому что развернуть процесс глобализации при существовании Советского Союза было невозможно. Эту задачу эти структуры решили. Они прекрасно выполнили свою задачу. Но последние 5-6 лет показали, что эти структуры тоже находятся в кризисе. То есть, из точки зрения логики развития вот этих структур, мы сейчас находимся в кризисной ситуации. И тот конфликт, который раздирает мировую верхушку, показывает, что либо они совсем рассорятся и начнется война всерьез, либо они должны будут создать новые наднациональные структуры, которые вышибут часть элиты, ну, прежде всего, представителей молодых денег, а старые деньги между собой договорятся. Ну, и кое-кого пустят из молодых денег, кто сдаст большой взнос в общак. Например, Уоррен Баффет и Гейтс уже сказали, что они оставят своим наследникам меньшую часть состояния, а большую они отдадут на нужды мирового сообщества. Мировое сообщество – это, естественно, старые семьи. И у нас есть один, я вам уже говорил, у нас есть один лекарь, который сказал то же самое, что он не будет вставлять большие средства наследникам, а он присоединяется к Гейтсу и Баффету. Это Потамин. Значит, иными словами, вот этот кризис, он тоже добавляется к тому кризису, который есть. И с моей точки зрения, вот этот многослойный кризис – это очень хороший шанс для России, для того, чтобы она выскочила из исторической ловушки. Потому что, Павел, поскольку я вам уже несколько раз говорил, в этой лекции, и я писал об этом, у России есть уже трехкратный опыт выскакивания из исторической ловушки во время мировых и европейских кризисов. То есть, как только хватка чужого и хищника на горле ослабевает, Россия выскакивает. Так было в начале 17 века, так было в начале 18 века, и так было в начале 20 века. Не факт, что так будет в начале 21 века. Но, если учесть, что у нас очень высокий порог, социально-болевой порог, скажем, американцы не пережили бы тот кризис, который мы переживаем с конца 80-х годов до сих пор. Просто не пережили бы. Они не привыкли жить в таких условиях. Европейцы – то же самое. То есть, в условиях кризиса у России появляется некий шанс, но для того, чтобы его реализовать, нужны принципиально новые организационные формы и так далее. Это отдельный вопрос. Вот, пожалуй, то, что я хотел вам сегодня сказать. Если есть вопросы, давайте я на них попробую ответить. Конкретно по этой теме или по всему? Нет, нет, давайте сначала по этой теме, по всему. У меня только один был такой опыт на Селигере в этом году, когда закончились все лекции. Мы с моей коллегой Еленой Подмаревой, профессором Удимовым, мы сказали, что мы будем отвечать два часа на любые вопросы. И отвечали два часа на любые вопросы. Но здесь мы все-таки это повторять не будем. Давайте по теме, а потом, если мы ее исчерпаем, то на какие-то вопросы, может, я отвечу. Давайте, если есть. Да? А в Канн-Скарте, в Америке, можно показать, где я поднимаю? Конечно, конечно. В Америке, я буквально, я вчера зашел, есть такой магазин Book Hunter, и купил новую книжку Плата Бюканена, называется «Доживет ли Америка до 2025 года», где дан просто расклад. Он очень активно, знаете, какую книгу использует? Статистический справочник, называется «Coming Apart». «Белая Америка», 1960-2010. Но он показывает и не «Белую Америку». И то, что он показывает, ведь, понимаете, наши средства массовой информации, которые у нас есть, они, а, провинциальные, а, во-вторых, они абсолютно прозападные. Поэтому реальные процессы, происходящие в той же Америке или в той же Европе, они не показывают. У нас, например, практически так показательные прошло, не показали нам те фантастические демонстрации Парижа против гомосексуалистов, которые были. У нас так, чуть-чуть сказали, чуть-чуть показали, а там это не сходило вообще с экранов. Так что, конечно, Америка находится в очень тяжелом положении. Тем более, они не привыкли жить плохо, они привыкли к высокому уровню потребления. И смотрите, Соединенные Штаты Америки, население, кто знает, сколько процентов населения американцев, это какой процент мирового населения? 4%. А какой продукт, какую часть мирового продукта они прожирают? Они говорят 20, на самом деле 40. То есть, перед ними сейчас стоит задача, они должны сократить потребление, будут в два раза. Ясно, что это будет за счет потребления низшей части общества. И они готовятся к потрясениям, кстати, по очень интересным опросам, которые были проведены в 2012 году. 76% американцев говорят, что Америку, они считают, что Америку ждет всплеск, острейший всплеск классовой борьбы. Причем, замешана она будет на расово-этническую закваску. И тот же Волерстайн в 1989 году, когда мы с ним познакомились, он мне сказал, знаете, у вас перестройка пока проходит очень спокойно. Говорит, вот если в Америке будет перестройка, то она будет очень кровавая, потому что там будет расово-этнический фактор. Я говорю, а как вы думаете, когда будет у вас такая вот перестройка? Он говорит, я думаю, что не позже 2020. То есть, да, Америка в кризис. Про Европу я вообще не говорю. Это такая умирающий музей постепенно. Постепенно, вот я когда был в Италии, мы сидели с сыном около Уфицы, на площади, обедали, я смотрел на толпу, и меня не покидало ощущение, что эти люди, итальянцы, они вот так же относятся к этому Уфицы, к этому собору, так же, как нынешние арабы к египетским пирамидам. Это совершенно вот такое, ну, общество-музей, а вот эти люди непонятно, что они делают. Они никакого отношения к этому не имеют. Европейцы не могут сохранить ни свою расовую идентичность, ни религиозную. Ведь в Конституции Евросоюза нет упоминания о христианстве, поэтому поляки и итальянцы не проголосовали за эту конституцию. То есть, это постхристианское общество. Это, по сути дела, просто процессы, это общество, как западное общество, это умирающее общество. Там потенции нет. В прямом смысле, если 40% немецких мужчин хотят быть домохозяйками и не хотят заводить семью и детей, ну и что? Это финиш на самом деле? Сейчас арабу принес, а оплодотворят. Вы знаете, я... Да, оплодотворят. Это понятно. Вопрос в том, они смогут интегрироваться в эту культуру. Я во Франкфурте в этом году был на конференции, которую Линдон Ларуш приводил. Я у него спросил. Меня что поразило? Мы жили в маленьком городке около Франкфурта. Там гостиницы были дешевле, и структура Линдона Ларуша решила сэкономить. Они нам просто машину давали. Мы приезжали. Очень хорошо, что мы жили не во Франкфурте. Я поразился. Во Франкфурте я что-то не видел. Много арабов и туров. А в этих маленьких городках, тем более мы объехали с одним коллегой эти городки, пробовали разные белые вины, местные такие, деревенские. И везде арабы. Я спросил, а почему так много арабов? Мне объяснили. В городе есть работа. И поэтому, если араб зарегистрируется, что он безработный, им очень быстро найдут. А здесь принципиально нет работы. Ты можешь здесь сидеть, говоря по-английски, на велфере, два года и ничего не делать. Поэтому они там ходят, хорошо получают эту свою денежку, ничего не делают. Это вот к вопросу... Я спросил у Ларуши, я говорю, Линдон, а вот может быть они так же, как германцы, которые взяли Римскую империю, может там через 300-400 лет произойдет какой-то культурный всплеск, они, может быть, чем-то пропитаются. Он говорит, германцы хотели интегрироваться, а эти не хотят. Эти хотят, чтобы здесь был Арабистан. Вот что проблема. Вопросы еще есть? Да. Да, давайте. По России, да? Вы сказали, что у России есть хороший шанс. Теоретически, с точки зрения... Я сформирую. Это не значит, что у там прямо есть хороший шанс. Так, при прочих равных. Россия выскакивала из исторических ловушек, когда был кризис. Вот, продолжила свой вопрос. Россия наверняка значит детям из какого-то определенного лидера. То есть, можно предположить, что... Можно ли спросить и так сказать, что пока есть Путин у России, у России есть шансы, теоретически? Ну, дело в том, что шансы у стран бывает не когда есть один лидер, а когда есть социальный слой, или то, что социологи называют 8% общества, модальный тип личности, которые могут это общество вытащить. Конкретный пример. В 1915-й год, 16-й год, офицерский корпус выбит, рухнула армия и рухнуло самодержавие. В 1941-й год, офицерский корпус выбит, рухнула армия, а в конце 1941-го года пришел другой офицерский корпус, молодые мужики, другая армия, которая под Москвой сломала хребет вермахту и которая одержала победу в войне. Что это были за ребята? Это те, кого советская система вырастила в 30-е годы. Модальный тип личности, которые ходили в ДОСА, которые были советскими патриотами, потому что в 1936-м году впервые вообще был употреблен термин советский патриотизм. Вопрос не в лидере, а вопрос в том, есть ли лидеру кем командовать. Грубо говоря, найдутся люди, которые пойдут крушить врага и рвать его как грелку. Вот в чем вопрос. Вы знаете, у нас социологические опросы не проводили. Я лет 10 назад был очень пессимистически настроен, но вот сейчас, общаясь с молодежью и глядя, о чем спорят ребята у меня в ВКонтакте и в других местах, я смотрю, у меня начинает появляться такой осторожный оптимизм, потому что то поколение, которое сейчас растет, тем более есть очень хорошее средство воспитания, это русская боевая фантастика, которая действует как воспитатель патриотический, очень хороший, лучше всяких лозунгов. Скажем, 10 лет назад я не слышал от молодежи ничего хорошего о Советском Союзе, а сейчас я это слышу. О советском прошлом. Вот я лекции в Тольятти ездил читать, общался с ребятами, в зале было 200 человек, то есть довольно репрезентативно. И где-то процентов 90 это люди, которые выставляют знак плюс советскому прошлому. Понятно, они его не знают, но они сравнивают то, что они знают в Советском Союзе с тем миром, в котором они живут, и совершенно понятно, где должны быть симпатии. И это несмотря на всю чернуху, на всю глупость, на все фильмы, там, Сталинград и прочее, тем не менее, работает все по-другому. Чернуха не срабатывает. Да, вы хотели. Я хотел спросить, насколько неизбежен глобальный проект вообще? Или он вырастает только из капиталистической системы, или как у Ефремова уносит глобальный проект коммунистический? Ну, у Ефремова это была такая коммунистическая утопия, а вообще исторически глобальный проект вырастает действительно из капиталистической системы. В чем здесь есть? Есть некий нюанс. Вот все те идеи, которые сейчас реализует римский клуб, они были сформулированы очень небольшой группой британских интеллектуалов в Оксфорде и Кембридже в 70-е годы 19-го века. Прежде всего, это Рёскин. И, в общем-то, он один был. И он очень повлиял на Милнера, на Роца. Это проект глобальный, который называется, я его называю, «Остановить историю». Вот остановить историю и вернуть мир большей частью в доиндустриальное прошлое. Индустриальные анклавы, там 150 индустриальных анклавов, необразованная толпа, Герберт Уэллс их описал как в «Машине времени», как «Морлоки». И такое кастовое общество, по сути дела, такое кастово-нервологическое, кастово-синьореальное общество. Тем более, что в докладе кризис демократии 75-го года там очень часто употребляется термин «signiority» как ценность противостоящая демократии. Капитализм, безусловно, стремится к такому глобальной системе. Другое дело, реализуем ли этот вариант? Мне почему-то кажется, что он не реализуем. Скорее всего, мир распадется на макрорегионы, которые будут очень-очень разными. Но, сама идея создания глобальной системы, которая контролируется из одного центра, но это вот система, которой уже 200 лет. Кстати, первыми ее сформулировали вовсе не масоны, а одна организация, которая формально, ну, она, наверное, подольше просуществовала, но формально она существовала всего 10 лет. Это иллюминаты. Потому что те принципы, которые сформулировали иллюминаты, вейскауты, компания, под ними подпишется любой левой разрушение государства, свержение монархии, устранение религии, устранение семьи. А с другой стороны, под ней подпишется любой фининтерновец, наши экологи эти, которые, скажем, на службу фининтерна, сокращение населения. То есть, вот эту глобалистскую повестку дня сформулировали иллюминаты, поэтому люди наивные полагают, когда они читают там что-то у римского клуба, они говорят, о, это, наверное, иллюминаты управляют Римом, потому что, то есть, миром, потому что вот эта программа. Иллюминаты сделали свое дело и ушли, так же, как Карл Маркс сформулировал и ушел. Но эти идеи действительно легли, и вот эти идеи глобалистские, они действительно ложатся. И кроме того, логика капитала очень долго, это логика глобализации. Другое дело, что как только начался демонтаж капиталистической системы в 70-е годы, он объективно должен выйти за пределы этого глобального проекта. Не нужен весь мир. Более того, процентов, если вот, если этому проекту суждено осуществиться, 80% территории вообще будут вышвырнуты. Там будет стена, ну, условно, электромагнитная стена. Точки. Да, точки, которые соединены, электромагнитная стена, и остальные вы можете жить, как в Сомали, вы можете жить, резать друг друга, как в Хутутутсе. Вот. Тем более, что в 20-м веке было поставлено два эксперимента, когда огромные массы людей уничтожали друг друга. Это один полпот, а другой Хутутутсе в Африке. Это были безусловные эксперименты, потому что их можно было остановить, но их никто не останавливал. Это делалось совершенно сознательно. Посмотрите, а вот как это будет происходить? То есть, то, о чем писал Ефремов, один из моих любимых писателей, это, конечно, такая коммунистическая утопия, которая, кстати, была, ну, как бы, вот такой, изнаночным ответом на капиталистическую утопию. А, да, а внутри самого капитализма тикало уже совсем другое. Экологическое движение, назад в природе, сокращение населения до двух миллиардов, кастовое общество. Вот это вот принцип сеньорити. Потом это получило свое развитие в жанре фэнтези, который хлынул в 80-е, 90-е годы. Причем, у нас знают Толкина, а сейчас, ну, сейчас пошли Игры престолов, а есть еще один человек, Джордан, который написал 13 книжек Колесо времени. Это, так сказать, такие крутые вещи. По-своему, кстати, Игры престолов и все, что за ним последовало. Кстати, он написал седьмую книжку из этой серии, вот только что, она вышла в Лондоне, я видел. Это покруче вещь, потому что там уже нет драконов, там идет такая серьезная борьба за власть, и это вот уже такой комбинация такого вот фэнтези эпоса и английского романа классического. Так что, ну, вот это по поводу глобалистского проекта. В любом случае, нужно этому проекту подставить ножку, потому что реализация этого проекта это страшная совершенно вещь. Кстати, сформулировал основные идеи и его Герберт Уэллс в двух вещах. Я их не могу даже в бакинистических магазинах ни в Лондоне, ни в Оксфорде найти. Надо будет тогда из интернета скачивать, но я-то хочу книжечку получить. Это Open Conspiracy, открытый заговор, и другая вещь называется новый мировой порядок. То, что общество будущего, которое расписывает Герберт Уэллс, каким оно должно быть, ну, Гитлер отдыхает. Просто Гитлер это такой приготовишка, который отдыхает. Но я их не смог найти, как я не смог найти еще одну книгу, ни в одном, это уже несколько лет ищу в генистических магазинах в Лондоне. Книжку Агата Кристи «Десять маленьких негритят», только чтобы она называлась «Десять маленьких негритят». Потому что название теперь другое, вы знаете, название называется «И никого не осталось». И когда мне говорят, я говорю, мне нужно, мне говорят, вот, вот, возьмите, я говорю, не, я хочу вот «Тен литл негритят». Мне говорят, не, не, вы не найдете, вы не найдете. То есть, даже в генистический магазин ее не берут по такая внутренняя цензура. А вот это вот «И никого не осталось», ради бога, сколько хочешь. А на Блашиных рынках смотрели, на Телево не ходили? На Блашиных рынках я не добрался. Ну вот остается только… Ну я не уверен, что в Блашиных рынках торгуют книгами интенсивно. Торгуют. Ну хорошо. Где, в Лондоне? В Берлине очень. Думаю, в Лондоне тоже можно. Ну ладно, надо посмотреть будет. Вот, это к вопросу об этом. Еще есть вопросы? Да, есть. Зачем вы это рассказываете? Зачем вы это рассказываете? Вы знаете… Я просто поясню не могу. Допустим, я готов с вами за что сейчас, в России, может быть, ваша идея только применена, но там, когда Путин идет, там тоже, где-то, где-то. А почему вы думаете? Вообще, вы знаете, какая штука? После Путина есть два варианта у России только, на самом деле. Никаких либералов здесь не может быть. Либо распад страны, и здесь приедут тогда приказчики, которые либералов нахрен отсюда выкинут, здесь будут другие приказчики. А второй вариант – это левая диктатура. Так что, здесь не может быть вот такого. Теперь отвечаю на вопрос. Знаете, Станислава Лема одна раз спросили, а вот зачем вы пишете свои книжки? Он говорит, я ничего другого не умею делать, я так деньги зарабатываю. Вы же деньги не берете за эти семинары, я бесплатно. Нет. Кто оплатит? Расскажите. Это функция, это бесплатная функция моей основной работы. Я, естественно, шучу. Дело в том, что цель ученого – это заниматься исследованием. Чем я и занимаюсь. Еще одна цель – это работать над созданием реальной картины мира. Мне иногда говорят, а вот кто ваш социальный адресат? Я очень честно отвечаю. Я работаю на диктатора, который придет и установит социальную справедливость. Может, он никогда не придет, но я работаю так, что он должен прийти. И когда он придет, у него должно быть информационное урк оружия. Если он не придет, значит, это будут просто книжки, монографии. Я хочу написать историю 20 века. Мы с сыном готовим такой курс, называется «Матрица». Это три части. Венеция, Ост-Инская компания, он у меня специалист по Британской империи. Потому что вот эти три структуры, они сформировали современный Запад. И, к сожалению, под этим углом Запад никто не изучал до сих пор. Курс «Матрица», причем мы его готовим в двух вариантах – на русском, на английском языках. Потому что есть очень большой интерес у китайцев к этому курсу. Китайцы начали изучать, причем они говорят мне, «А вы знаете, я там лекции читал у них, а вы знаете, оказывается, проблема не в Британии, не в США, проблема в Ротшбе, Рокфеллере». Я говорю, «Да-да-да, конечно, конечно, конечно». Китайцы начали этим заниматься очень всерьез. То есть на это есть спрос. Кроме того, я вам еще могу сказать, я получаю большое удовольствие от работы за письменным столом и от чтения книжек. Так что цель… Это тоже запросить, какая цель жизни? Жизнь? То есть сама вы не знаете. Нет, знаете, какая штука? Что значит? Верите, не верите. Есть утючевая фраза. Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется. Вот. И если Россия распадется, то, конечно, это никогда не будет применено. Но если здесь возникнет левая диктатура, тогда очень многие наработки заработают. Но самое главное даже не в этом. Для того, чтобы наша политическая, интеллектуальная элита хотя бы начала играть на международной линии, ей нужна реальная картина мира. Я занимаюсь созданием реальной картины мира. Потому что реальная картина мира это самое страшное информационное оружие. Если ты знаешь, в чем проблема, скажем, большей части нашей элиты? Она подсажена на ложный информпоток. Она у нее… Вы знаете, как показывают фильмы, когда там криминальные люди грабят что-то, и они охрана сидит, смотрит на телеэкран. Раз им картинку поменяли, пустой коридор, а там уже шуруют и так далее. Вот в этом мире, в нашем мире происходит то же самое. Кстати, и западная элита сидит тоже. Я глубоко убежден, что и Обама сидит на ложном информпотоке. Неложные информпотоки есть у тех людей, которых Олег Маркеев называет хозяевами мировой игры. Если кто-то из вас читал Маркеева, то в одном из его романов он дает такую схему. Есть хозяева игры, они пишут правила. Есть игроки, они играют по правилам, но они самостоятельны. Есть помощники игроков, есть фигуры. И главная задача игроков и хозяина игры создать у фигур впечатление, что они игроки. Поэтому нужно отрицать наличие хозяев игры и игроков. Их нет. Их нет. Вот фигуры, это есть. Вот Обама есть, есть этот самый Кэмерон, есть эта дурочка Меркель. Вот они и реальные игроки. На самом деле, это фигуры. И вот реальная картина мира это и есть... Я не случайно начал с цитаты вот этой вот про то, как британцы воспринимают мир. И прежде всего, нужно научиться думать, как они... Я вот, когда последний раз был в Лондоне, я очень много читал Financial Times, и была очень интересная редакционная статья, которая разносила преподавание экономики в Великобритании. И они ссылаются на Гэлбрейта, там, замитого экономиста, но и от себя пишут, что порог подготовки экономистов в Великобритании и США следующий. Их заставляют учить, что пишут экономисты. Это... Автор пишет этой статьи, то есть она подписана от редакции. Это ошибка. Не важно, что пишут экономисты. Надо учить студентов думать, как экономисты, и самое главное, думать, как думают люди, которые принимают экономические решения. То же самое, кстати, политологи. Они занимаются черти чем, изучают там, кто как проголосовал. Нужно изучать, как думает политик. То есть, если ты хочешь переиграть англосакса, ты должен научиться думать, как он. Как говорит Гэндальф в «Властелине колец», изучая противника, ты проникаешься его коварством. Вот это вот, к вопросу, я не знаю, я по-другому на ваш вопрос не могу ответить. Так, еще есть вопрос? Да. То есть, сроческие связи с текущими деятелями, текущими с вами были? Нет, у меня никаких связей с текущими деятелями нет, нет абсолютно. Вот, знаете, был такой замечательный палеоботаник, Мэйен, он написал очень интересные книжки по истории растительного мира, и знание сила в 70-е годы была дискуссия такая, а он теоретик. Вот, а империки говорили ему, да, не нужны нам ваши работы. Вот, и он написал статью в ответ, которая называлась «Мы будем нужны вам, когда мы будем нужны вам». Я не знаю, будет это нужно или нет. Я не очень рассчитываю на то, что это будет нужно, потому что, понимаете, то, чем я занимаюсь, предполагает наличие субъекта стратегического действия. Наш правящий слой живет, я это знаю, так сказать точно, его временной горизонт один год. Больше не планируется. Это реакция просто на то, что происходит. Вообще, это очень уязвимое место Ахиллесова пята российской элиты в течение последних 300 лет. У нас был только один исключительный период, это 20-е, 30-е, 40-е годы и начало 50-х, когда наша элита ставила стратегические цели и решала их. До этого и после этого, скажем, в Брежневское время стратегических целей уже не было. Были тактические цели, но при Горбачеве и тактические цели даже закончились. То есть, идет адаптация, реакция на ситуацию. Но я не исключаю, что когда совсем станет плохо, придется думать о стратегии. И принцип простой, никогда не говори никогда. Но я повторяю, если ничего не произойдет, просто останутся книжки, что тоже очень важно. Я читаю до сих пор историю Рима Момзона, написанную в конце 19 века, но это класс просто почитать. Я же, прежде всего, я же не политический деятель, я исследователь. Не заповедливайся так. Ни-ка-гда. Нет, мне это не интересно. Мне интереснее, понимаете, какая штука, интереснее преподавать такие дисциплины, как стратегическая разведка, интереснее, вот, скажите, семинары проводить. А? Участвовать в процессе. Понимаете, какая штука? Когда ты понимаешь, как процесс сконструирован, когда ты сам правила написал, что же в нем участвовать? Участвуют пусть игроки. Вот. Вопросы еще есть? Да. А вот жанр фэнтези и неоязычество, это время на цепи? Вы знаете, какая штука? Это вещи похожие. Вот. У меня, кстати, тут ВКонтакте. У меня срывалось сегодня, к сожалению. Я обещал, что я сегодня запишу ответы на примерно там 150 вопросов. И сегодня утром должны были приехать с камерой люди, но они не приехали. Вот мне нужно по этому объявлению повешу теперь после 15-го числа. И, кстати, там был вопрос. Неоязычество. Это проект спецслужб или нет? И как это вообще связано? Вообще, я должен сказать, хорошая спецслужба должна присутствовать везде. Она должна присутствовать в неоязычестве, в их противниках. Как масоны делали? В правых партиях масоны, в левых партиях масоны. Поэтому, скажем, почему Альенде до упора не верил, что Пиночет может что-то выкинуть? Они были в одной ложе. Они были масонами одной ложи. Пиночет просто нарушил. Он сыграл с другими игроками, потому что американцы ему сказали фас. И он сделал фас. Так вот, новоязычество, это безусловно развивается в той же плоскости, что и в фэнтези. Хотя в фэнтези, я вам должен сказать, что Толкин-то был ведь католик вообще-то, и у него странная вещь. Там не упоминается христианский бог в Оластелине колец, но люди себя ведут так, как будто это вообще такая христианская вещь. А вот у Мартинов в престолах, вот там это уже такая языческая штука. Да, это в одной плоскости развивается. Другое дело, является ли это адекватным ответом на проблему современного мира? Вот здесь у меня ответа нет. Я думаю, что если нынешняя эпоха, это конец не только капитализма, но и конец того периода, который на Западе называют длинным летом, длинное лето, это вот период потепления, который начался 10 тысяч лет назад, когда сфинкс впервые построили, он на 4 тысячи лет старше пирамид. А сейчас это заканчивается, начинается новый ледниковый период, цивилизация этого уходит. Это означает, что здесь вообще могут поменяться правила и все, что мы думаем, а будет ли это монотеистическая религия или язычество. Здесь может быть настолько принципиально новая эпоха, новые вещи, о которых мы просто сейчас даже не догадываемся. Потому что люди, которые жили, скажем, за 300 лет до христианства, им в голову не могло прийти, что возможно вот такая вещь и может вот так поменяться мир. Или с другой стороны, как Дуглас Норд, знаменитый экономист, институционалист, написал, что если бы древний грек оказался в Европе в 1750 году, то в принципе все кроме оружия ему было бы знакомо. А в 1850 году все другое. Или еще один пример, совсем вот это из моей жизни. 61-й год, мне 10 лет, Гагарин полетел в космос. Прогнозы фантастические, технические. Я вообще подумать не мог, что во-первых, не будет моей страны через 40 лет, что закончится технологический прогресс и вместо научной фантастики журнал техники молодежи, на котором я вырос, придет фэнтези, который я тоже очень люблю, но которое развлечение. И не это меня сформировало. Меня сформировала техника молодежи, Ефремов и научная фантастика. Это совершенно другой мир. И я вижу, что он другой, просто другой. и подумать о том, что вот если вы посмотрите, смотрите в интернете, технику молодежи 50-х и до 62-го, 63-го года. Вот. Обложки посмотрите. И потом, что было после. Это совершенно другое общество. Просто мы сейчас многие вещи не замечаем, потому что еще очень много людей живы, которые живут по инерции, как бы они воспринимают мир по-старому. Но пройдет 20-30 лет и уйдут люди моего поколения, и все будет выглядеть совершенно по-другому. И мир 60-х, 50-х годов будет казаться вообще эпохой пирамид по сравнению с тем, что вот грядет. Так что, отвечая на ваш вопрос, неоязычество и фэнтези, да, это из одной плоскости, но как это будет дальше, двигаться непонятно. Вот. И что касается роли спецслужб в неоязычестве, они должны просто там присутствовать, как должны присутствовать в христианской церкви, в иудаистской, в исламе. Спецслужбы должны быть везде. Есть ли хорошие спецслужбы, и если нет, то другой вопрос. Так, еще вопросы есть? Да. Скажите, пожалуйста, можно вас спросить вот о тактике ведения всех исторических войн? Вот где можно почитать конкретно? Вы говорили, что это воздействие на психический уровень через моба, инженеринг, виртуальные игры. Вот можно где-то прочесть механизм? Как конкретно это происходит? На конкретных примерах? Потому что вот есть молодежь, которая очень увлекается, допустим, теми же виртуальными играми. Это ластовская телевизорная ОСКУ, там целый семинар, они там изучают. Я понимаю. Вы знаете, ну такого обнадеживающего ответа нет. Есть очень много в невидимом интернете по этому поводу, но туда нужно уметь забраться. Это сложная вещь, это далеко не все умеют делать. Я сейчас прикидываю, что есть, что у нас, что можно порекомендовать по психоисторической войне. Давайте я себе запишу, и когда я буду отвечать на вопросы своего сообщества, я попробую сказать про... У меня там очень много вопросов про книжки. Ручку дайте, пожалуйста, если я запишу сейчас. Книги по психоисторической войне. А что касается в самом общем плане, у психоисторической войны три измерения. Самое примитивное, простое, это информационное, потом концептуальное и метафизическое или смысловое. Конкретный пример. Нам рассказывают. В мае 40-го года сволочи НКВДшники расстреляли несчастных поляков в Катыни. И дальше рассказывают, обосновывают фактами, как это было. Это вот информационный уровень. Задача убедить вас под тосового факта, что это произошло. Следующий уровень концептуальный. Это вопрос. А почему расстреляли этих людей? Как почему? Да потому что сталинский тоталитарный режим. Это концептуальный. А следующий смысловой. А почему у них был сталинский тоталитарный режим? Да потому что вся русская история тоталитаризм в течение тысячи лет и нужно, чтобы они изменились, стали нормальными людьми. Вот это три уровня. Это побивается на информационном уровне. Некоторые вещи побиваются просто на уровне смысловом. Но главная задача, конечно, психоисторической войны это изменение смыслов. И один из бесов перестройки, Александр Николаевич Яковлев, в одном из своих интервью, данных незадолго до смерти, кстати, всем рекомендую, коричневые здоровые книги, фонд Яковлев выпустил интервью, где он откровенно говорит, что никаких экономических предпосылок для перестройки не было. Что мы просто ломали коммунизм. Так вот, у него есть фраза. Он говорит, мы перестройкой ломали не Советский Союз и не коммунизм. Мы ломали тысячелетнюю модель русской истории. То есть, те, кто планировал перестройку, это был удар не только по Советскому Союзу, это был по социокультурному коду России удар. Потому что раньше, 30 лет назад нам говорили, вы плохие, потому что у вас коммунизм. Теперь говорят, вы плохие, потому что у вас был коммунизм, самодержавие. Сейчас. Алло. Дионис, у меня лекция. Ну, я вам сам перезвоню. А, тогда перезвоните мне через час. А потом сказали самую главную вещь. Вы виноваты, потому что вы русские. Вы должны каяться за свою историю, за все. То есть, вы должны перекодироваться. Очень хорошо Александр Рарф, такой есть, немец российского происхождения, такая странная и довольно фигура, но он в интервью журналу, однако, сказал, что европейцы недоубивают. Как это так? Вот немцы потерпели поражение во Второй мировой войне. Они покаялись, они повинились, они встали на колени перед всем миром. А европейцы и американцы удивляются, как это? Русские потерпели поражение в холодной войне. А что же они не каются? А что же они себя ведут так, как будто они не потерпели поражение? И это очень-очень злит людей. Если вы почитаете внимательно, скажем, прессу, ту же английскую, то там это проходит такой нитью, как это так вот. Почему они не каются? Почему они плохо к гомосексуалистам относятся? Они должны каяться за это. Вот. Кстати, вот по поводу гомосексуалистов очень интересная вещь. Я вот 10 дней, когда пока сидел в Лондоне, читал английские газеты основные, я понял одну вещь очень хорошо по тональности. Вот западная верхушка Путину может простить Сирию, может простить многие вещи. Одну вещь никогда не простит. Закон о запрете гей-парадов. А почему это так принципиально? Именно это? Потому что, во-первых, это плевок им в лицо, это элитарная вещь, а во-вторых, нужно понимать, какую роль гомосексуальное движение играет в планах глобалистов. Да. Моя коллега Ольга Николаевна Четверикова, которая написала замечательную книгу «Измена в Ватикане», «Заговор Пап против христианства», я всем рекомендую ее. Она в интернете, а у меня вконтакте висят ее лекции, она потрясающий специалист по Ватикану, как такой финансово-разведывательной корпорации. Она регулярно, она франкоязычный человек, и она регулярно привозит книжки из Франции. Вот она сейчас привезла книгу, она по ней реферат делает для журнала «Свободная мысль» Михаила Делягина. И книга называется очень просто. Первый том. «Лучший из сексуальных миров». Точка движения гомосексуалистов в плане глобалистов. Там очень хорошо объясняется, почему это очень важно. Первый уровень понятен, там сокращение рождаемости. Правда, на гомосексуальных браках много рождаемости не сократишь, но сократишь. Вторая вещь – это слом традиционной семьи, что очень важно с точки зрения установления нового глобального порядка. Но есть еще одна очень важная вещь. Когда западная элита заставляет национальные правительства, особенно мелких государств, на которые, скажем, в Югославии расплавилась, разрешать гей-парады. Дело не в гей-парадах. Это повод заставить провести их и показать населению, что национальные ваши правительства не хозяева в вашей стране. Главные хозяева сидят в Брюсселе. Это евробюрократия. И вы будете делать так, как мы вам скажем. Не будет гомосексуалистов, будет гринпис. Еще что-то будет. Уважайте экологическое движение. Хотя бывает по-всякому. По-моему, я уже рассказывал, чем закончился гей-парад в Югославии в 2010 году, когда президенту Тадичу вывернули руки европейцы и сказали, ну, раз вы не разрешаете гей-парады, значит, мы вас никуда не примем. И все. Он разрешил, 600 геев пришло на центральную площадь Белграда. Бить их пришло 10 тысяч человек. По другой версии 15 тысяч человек. Защищать пришло 2 тысячи человек. Встали в 5 колец полицейские, которые сами тоже отпускали шуточки по поводу этих самых ребят. Вот. 5 колец. И Тадич сказал, что если прорвут второе кольцо, стрелять на поражение. Прорвать только одно кольцо, там кому-то хохотальники набили, кого-то арестовали. Но после этого Тадич сказал, еврокомиссар, можете меня вообще выгнать, можете меня снять, больше я гей-парад не разрешу. Сербы – традиционный народ. Вот этот момент очень важен. Это такой код. Вот если ты это разрешаешь, значит ты встроился в западную систему. Если ты, скажем, выступаешь против католицизма, это не в лоб, но это в принципе значит, ты на стороне протестантов. Значит все хорошо. То есть это некие маркеры, которые фиксируют твою готовность встать на колени перед хозяевами игры. Вот и все. А это не важно. В данном случае это гомосексуализм. Почему? Потому что это резкое нарушение традиционной христианской морали. Экологическое движение. Пожалуйста, молодцы наши, что не стали разбираться с этим голландским судном. Сказали, да не будем мы выяснять вопрос. Потому что это тоже тест на то, насколько вы дорожите своим национальным суверенитетом. Вы будете кланяться или нет? Мы там объяснили, что кланяться не будем. Да, но дело в том, что они и с этим не согласны. Нельзя уступать историческому противнику ни квадратика. Нужно действовать, как действовал в этом отношении товарища Сталина. Правда, за товарищем Сталина была могучая армия, могучая держава и так далее. Чего сейчас нет. Но все равно. Вопросы еще? Могу сказать, что я могу сказать. Да, давайте. Как раз у Саудовцев. Да. Не с ума сошли? Нет, они не с ума сошли. Они просто оказались сейчас в жуткой ситуации. Дело в том, что у них близится очень серьезная смена. Не династия меняется, но там приходит другая ветвь в этой династии. И у них начнется Буза. А Буза приведет к тому, что будут волноваться шииты. А шииты населяют нефтяносные районы. И это означает, они очень боятся Ирана. Кроме того, они сейчас видят, как Обама играет с Ираном. И это их очень депримирует. То есть, вообще, саудовцам сейчас, конечно, не позавидуешь. Кроме того, теперь у американцев есть тут, да, на них ливийская нефть. Потому что саудовская нефть обе стоимость от 5-20 долларов за баррель, а ливийская 1 доллар. Дешевая. То есть, если саудовцы только варежку шире откроют, чем положено, им тут же накинут, туда у нас есть ливийская нефть, да мы вообще вот опустим ниже плинтуса. Поэтому у них ситуация очень, они вот сейчас внимательны след. Поэтому он приезжал к нам, этот человечек, и тут хотел какие-то с нами договоренности. Их единственный, значит, единственный их успех, это вот то, что там происходит сейчас, вокруг Египта. Но это тоже такая штука, которая сейчас есть, сейчас нет. То есть, у Саудовской Аравии, у Саудовской Аравии начинаются очень серьезные проблемы. И если американцы договорятся с ними, то они не только Израиль, я думаю, сдадут, но и Саудовской Аравии, как страны, не будет. Ведь не было раньше такой страны, Саудовской Аравии. С Ираном. Если они установят на месте американцев, конечно, нужно устанавливать контакт с Ираном. Они решают очень много проблем. Появляется мощное государство, далеко всему это государство, отличается от всех государств, это, во-первых, иранцы, и во-вторых, шииты, а это арабы и сунниты. И вот они будут, это будет такой же раздражитель, как Израиль, только покруче. И, кроме того, иранцы, в отличие от арабов, которых иранцы презирают, ну, это люди, которых, ну, степень продажности может быть разная, конечно, но иранцы покруче, ребята. Я не расист, но в данном случае, я бы сказал так, иранцы это белые люди. Причем это древняя цивилизация. Они уверены в себе. Знаете, как иранцы смотрят, я с иранцами много общался, знаете, как они смотрят, как на турок и на арабов. Ну, это вот пришли варвары. У нас цивилизация 3000 лет, а этим сколько? А эти откуда пришли? Откуда они слезли? Вылезли вообще? Нам есть чем гордиться. Но, с другой стороны, конечно, Иран трагическая цивилизация, потому что в мусульманском мире они одиночки. Этнически они одиночки, потому что вокруг арабы, турки, причем народы действительно, так сказать, более варварские. И они в таком вот кольце. Это трагическое такое общество довольно. Хотя образ такого жесткого, идеологизированного Ирана, это, конечно, миф. Например, в Иране запрещены тарелки. Тарелки телевизионные. Ну, идешь, тарелок нет. Но если ты залезешь на 12 этаж, то увидишь, на крыше полно тарелок. Все об этом знают, никто не... Вот, в Иране запрещена проституция. Но ты идешь к муле и говоришь, приводишь и говоришь, вот я хочу жениться на ней. Там, на 12... Вот мне нужно 12 часов, оформить этот брак на 12 часов. Это мне индийцы рассказывали. Они возмущались. Мало того, что мы платим проститутке. Говорят, они... Так мы еще и муле за это должны заплатить. Говорят, какой же он настоящий мусульманин? Он же, говорит, просто бизнесом занимается. То есть... Или, скажем, в Иране запрещены американские товары. Но, если, так сказать, человек тебе поверит, то он тоже достанет пачку Мальбора. И продаст. Вот. То есть, вот с Ираном все очень тоже не так просто. Но, если есть у кого-то возможность съездить в Тегеран, обязательно посмотрите эту страну. Страна того стоит. Очень интересная страна. Очень специфическая. А как вот женщины-то дают просто так не попасть? Нет, наденете вот эту самую и все, и вперед. Все хорошо. Вот научные делегации у нас, они все... Ну, все вот тут. Ну, естественно, в некоторые места не пустят. Но там нет такого, как это самое, там камень схватит, побегут. Не-не-не. Там все цивилизованное. Это старая, очень такая, так сказать, нормальная страна. И поскольку у них не сломан ценностный хребет, я за их будущее как-то не очень беспокоюсь. И армия у них сильная, и ядерное оружие они сделают, в конце концов. И я думаю, что они договорятся с американцами. Но нам от этого будет не очень хорошо, если они с американцами договорятся, потому что это такая возникнет ось на Ближнем Востоке. Американцы, у них руки будут развязаны во многих отношениях. Получится что-то типа Россия, Китай, а только США, Иран. Правильно? Ну, если так, приближенно. То, чего боимся мы со стороны США и Ирана, то, чего боятся США со стороны России и Китая, что сблилится. Ну, да, конечно. И здесь единственный расчет на то, что Америка будет постепенно увязать в своих внутренних проблемах. И я всем рекомендую, кто может читать по-английски в интернете, найдите книгу, которая называется «Coming Apart». Сейчас я напишу название. Просто по названию попробуйте найти. Потому что там вообще, в принципе, даже если вы немножко английский знаете, там главные цифры. «Coming Apart» или «Состояние Белой Америки 1960-2010». Там очень много информации хорошей. И совершенно... Да, и я вам рекомендую книгу, я вам уже говорил об этом. Виктор Фридман «Социалистические Штаты Америки». Можно посмотреть в живом журнале Сергея Правосудова. Это главный редактор журнала «Газпром». Он у Виктора Фридмана только что взял интервью. Я не помню. Если вы наберете вот эту «Coming Apart», то все выскочит. Да. Я хочу вопрос о Ватикане. Когда еще месяц назад Тапу Француз прислал призму Путина, чтобы он гнул свою линию. Мне интересно, как бы, традиции Ватикана в этом самом инграструктуре. Вы знаете, это очень хороший вопрос. Ну, а часть того, что в мире есть две крупные офшорные зоны, которые противостоят друг другу, при том, что они в других вещах союзники, это Лондонский сити и Ватикан. Ватикан – это объект очень серьезного давления со стороны англосаксов. В то же время Ватикан – это был союзник англосаксов в разрушении России. Ватикан тесно связан был с Четвертым Рейхом, безусловно, потому что они нацистам давали уходить. Кроме того, у них есть соперничество по… Хотя у них есть разделение труда. Банки, которые связаны с Ватиканом, они кредитуют торговлю кокаином, а англосаксовские банки кредитуют торговлю героином. Но, тем не менее, у них есть и здесь проблемы. И, в принципе, в борьбе за место подсунков в посткапиталистическом будущем Ватикан – это серьезный соперник англосаксов. И здесь есть масса проблем. Ватикан не был заинтересован в региональной войне на Ближнем Востоке. По целому, ряду причин. У меня нет прямых доказательств, но я думаю, что здесь очень большую роль играл интерес Четвертого Рейха, то есть, нацистского интернационала, то есть, третье поколение уже этих людей, поскольку они считают Ближний Восток своей водчиной. И если 80% бывших эсэсовцев ушли в Латинскую Америку, 20 ушли на Ближний Восток, приняли исламские имена, стали руководителями спецслужб Египта, Сирии – это их водчина. А Ватикан тесно связан с ними. Тем более, последний папа, он такой странный папа. Он из Аргентины, то есть, из места, куда ушли нацисты. Он, хоть он итальянец, он не говорит по-итальянски почти, зато говорит по-немецки хорошо. И такой очень-очень действительно странный папа. И если учесть, что у Ватикана постоянные связи не только с РУ, через Мальтийский орден, и не только с англосаксами, то есть, там хас-либо, война, то есть, любовь-ненависть, то есть, война и сотрудничество. Нужно было завалить Советский Союз. Ватикан объединился с англосаксами. А вот после того, как завалили Советский Союз, здесь началась уже игра, потому что Ватикан искал своих людей в нашей элите, а англосаксы искали своих людей в нашей элите. Ведь дело в том, что с конца 19 века вообще трудно говорить о национальных элитах, потому что появились просто целые такие кластеры, ну, скажем, условно. Часть британской элиты, часть русской элиты против части, опять же, британская элита, русской элиты и немецкой. Ну, например, убийство Франца Фердинанда в 2014 году. Помните, как называлась организация, которая организовала убийство Франца Фердинанда в 2014 году? Черная рука. Совершенно верно. Может, кто-то помнит человечка, который руководил черной рукой? Апис. Апис или Дмитриевич. Так вот, а координатором его деятельности был посол России в Сербии Николай Хартвик. Николай Хартвик – это близкий друг Извольского. Оба они работали на группу Ротса. Это были два человека. Причем Извольского не любили в России, ну, почти как Чубайс сейчас не любят. И Николаю многие говорили, Извольского надо снять с должности министра иностранных дел. Но как только Николай собирался это сделать, король Великобритании, Эдуард, писал ему письмо и просил этого не делать. Эдуард был тесно связан с группой. И его оставляли. А вот когда он все выполнил в России, все, что нужно было, группа перебросила его послом во Францию. И он там был послом. И он готовил, так сказать, французскую почву для Первой мировой войны. А его друг Хартвик был в Сербии. Причем очень интересно, что дальше с ними со всеми произошло. Значит, вы знаете, что Гаврил Принцип хотел отравиться цианистом Калием. Цианистый Калий не сработал, потому что нужно было, чтобы он остался серб для суда. Через несколько, через буквально полторы недели после событий, Николай Хартвик, посол в Белграде, русский, зашел в австрийское посольство в Белграде. И там внезапно скончался. Сердечный приступ. Аписа разстреляли в 17-м году. В 18-м году умер от туберкулеза Гаврила Принцип. А в 19-м году Извольский сказал, буду писать мемуары. Через несколько дней внезапно скончался. Вот такая зачистка. То есть, смотрите, вот эти представители русского эстеблишмента, они на самом деле не были никакой частью русского эстеблишмента. Они были частью вот этой наднациональной группы. Причем наднациональную группу, вот эту группу или вы, ее опять же не надо отражать совсем британским эстеблишментом. Потому что 90% британских парламентариев не хотели войны. И вот эта команда, они их настолько здорово обыграли 2 и 3 августа, они их просто обдурили 90% депутатов. Поставили их в дурацкое положение и обманули. И начали войну. То есть, по сути дела, речь идет о наднациональной структуре, куда входили британцы, вот эта группа или вы, британцы, американцы, французы, русские. То есть, это наднациональная структура, интересы которой совпадали с интересами Великобритании и США. Но не полностью. Сейчас ситуация еще сложнее. Потому что те люди, которые начинали в обойме Рокфеллеров, как Обама, сегодня играют с Ротшильдами. Франклин Делану Рузвельт начинал с Ротшильдами, закончил в союзе с Рокфеллерами. Ну и другие более сложные комбинации, которые меняются, скажем, в течение 10 лет. Условно говоря, республиканцы в США, хасиды, там часть нашего эстаблишмента, условно. А с другой стороны, демократическая партия США, демократы в Израиле и часть российской элиты. Это разные блоки, у которых пройдет 5 лет, может поменяться. Скажем, союз с Китаем меняет все. Традиционно Ротшильды были нашими врагами, но Ротшильды заложились в Китай. И союз с Китаем, он развернул Россию в сторону, объективно просто развернувшись в сторону Ротшильда. Хотя, с другой стороны, человек Рокфеллеров, Киссинджер, когда Макфол здесь слишком резвился и очень много гадостей говорил про нашего главного начальника, приехал Киссинджер, и Макфол заткнулся. Он побеседовал с ним, а наша оппозиция стала бочкой катить на Макфолу, что он не активен, не выступает так теперь против Путина. Но Макфолу начальник указал, Макфол упокоился. Это сделал Киссинджер, человек Рокфеллеров. Так что, все очень сложно. Этим надо заниматься систематически. Нужно иметь инсайдерскую информацию или хотя бы внимательно отслеживать то, что происходит. Насколько я знаю, у нас этим практически никто не занимается. К сожалению. Еще вопросы есть? Да. А вот, Саша, получается, что единственное более-менее устойчивое на протяжении длительного времени, вариант управления, это национальная структура. А если в Россию придет левая диктатура, есть ли какой-то механизм? Вы представляете, какой-то механизм? Я вам могу рассказать, один раз такое уже было. В 1917 году к власти пришли интернационал-социалисты, которые готовили мировую революцию. Команда Ленина-Троцкого. Однако, большая система России оказалась не по зубам большой системе мира на тот момент. Потому что большая система мира раздиралась с противоречиями. Кроме того, у команды Сталина был НЗ, неприкосновенный запас. Это примерно человек 20-30 офицеров среднего уровня. То есть, полковники контрразведки генерального штаба имперского. Которые были патриоты. Которые поставили на тех большевиков, которых они считали имперцами. Дзержинского и Сталина. И которые им помогли решать эти проблемы. Без этого команде Сталина пришлось бы очень трудно. Используя противоречия англичан-американцев, немцев, Рокфериев, Ротшильдов. Сталин сворачивает процесс мировой революции. Сворачивает НЭП. И начинает строить Красную империю. А в это время острейшие противоречия между британцами и американцами приводят к противоречию вот почему. Британская империя в 1929 году закрылась от Соединенных Штатов. Британская империя 25% мирового рынка. И американцы начали вкладывать А в Рокфеллера, я имею в виду, прежде всего, Гитлера. И Б в Сталина. Долгосрочная цель была накачать их и столкнуть. А краткосрочная прибыль получать. Левая диктатура сталинская, которая выскочила. Ведь за что Сталина так ненавидят на Западе? Он трижды срывал правил планы глобалистов. Левая сталинская диктатура. Первый раз, когда социализм в одной стране стали строить. Второй раз, когда Гитлеру хребет сломали. А третий раз, когда уже в 1949 году атомную бомбу получили. И нас нельзя было бомбить. Вот отсюда жуткая ненависть. Я уже не говорю о том, что так называемый пакт Риббентропа-Молотова, правильнее говорить, советский, германский договор. Ведь что Сталин сорвал этим договором? У нас сейчас говорят, вот Мюнхенский сговор, Мюнхенский домдоговор. Мюнхенский сговор. Это не просто Чехословакию преподнесли на блюдечке Гитлеру. У нас мало кто понимает, что Мюнхенский договор оформил антисоветский блок протоната. А Сталин договором с Германией этот блок разрушил, сорвал. И реальное начало Второй мировой войны это 28 сентября 1938 года. Мюнхенское соглашение. Вот левая диктатура вот так сломала эти планы. Сейчас другая эпоха. Можно быть по-другому. Но только левая диктатура, потому что Россия антикапиталистическая страна по своей сути, только она может сломать в условиях кризиса, когда не до нас будет. Потому что лобового столкновения мы не выдержим с Западом в целом. Вот когда Запад будет грызться, вот здесь это возможно. А не между сможет ли эта вероятная будущая российская левая диктатура стать достаточно устойчивой, чтобы не закончиться на первом году диктатора? Этого никто не может знать. Сможет закончиться, не сможет закончиться. Мы говорим только о тенденциях. Если будет полыхать весь мир, то здесь очень хорошие шансы. Кстати, формирование такой левой диктатуры очень интересно описал. То есть, первый шаг ее возникновения описал Олег Маркеев в романе «Неучтенный фактор». Знаете, в каком случае она сможет устояться, если у нее будет союзник? Кстати, в принципе, союзник есть, который очень заинтересован в нашем существовании. Это Китай. Но это на ближайшие 15 лет. Потому что неизвестно, что будет с самим Китаем через 15-20 лет. Если Китай начнет сыпаться, это будет совсем другая картинка. Понимаете, трудно прогнозировать за пределами 5-7 лет. Можно говорить только о каких-то тенденциях. Но дело в том, что может произойти некое событие, черный лебедь по Насему Талибу, непредвиденное, которое меняет вообще весь расклад. Есть еще одна вещь. Мы с вами запланировали первый, второй, третий шаг. И думаем, что нам будет после третьего шага. Но как мы только делаем с вами первый шаг, ситуация полностью меняется. И второй, третий шаг уже будет другим. Здесь нужен очень четкий расчет. А самое главное, здесь нужна интуиция крупных политиков, которые понимают, чего. При всем том, какой бы ни был Ельцин, у него не отнимешь. У него была интуиция такого политика. У него было зверское чутье. Что можно сделать, что нельзя. Вы хотели вопросить? Есть еще вопросы? Да. А можно еще вопрос по поводу того, что с появлением национальной структуры, как бы трактор, который не стал кавиль-государь, он немного уже устарел. Как бы она даже новая. Нет, он не устарел, он перешел на другой уровень просто. Он перешел на другой уровень. Хотя рассматривать историю Европы, скажем, с 18 века под углом зрения государств, это очень ограниченный подход. Или, скажем, революцию французскую. Ну, как ее можно рассматривать без учета того, что Англия выделила на французскую революцию 24 миллиона фунтов стерлингов? Или то, что швейцарские банкиры выделили огромную сумму? То есть, это игры наднациональных структур. Другое дело, что наднациональные структуры изучать значительно сложнее. Более того, это блокируется, скажем, ты начинаешь заниматься наднациональными структурами, и ты говоришь, о, это конспирология, это ерунда все, и это опять теория заговора. То есть, здесь масса препон. Но реальная история Запада, история сквозь призму наднациональных структур, не написана. И история эта увлекательнейшая. Особенно, вот я делаю сейчас эту штуку, матрица, Венеция, следующая матрешка Ост-Инская компания Британской империи. Как ты только начинаешь рассматривать это как матрицу, там просто картина совершенно другая. Она сразу становится трехмерной, четырехмерной. И понятны очень многие вещи, и понятна вся мизерабельность исторической науки, и западной, и нашей за последние 200 лет. Потому что, главное, не увидели. Или сознательно не видели. Вот, например, политологи сознательно не видят реальности. Они думают, что... То есть, они рассматривают политологию, они берут нижний этаж, а второй, третий, десятый, они вообще принципиально... Он даже не попадает в створ. Поэтому реальные хозяева игры, они оказываются за пределами анализа политологов. Политологи всерьез пишут, что голосование... Вот во Франции было такое голосование. Значит, настроение масс, качнулись туда, и это все определило. Ну, это полный бред. Ну, это, как Галич пил, это рыжий, все на публику. Есть еще вопросы? А вы не напомните, в начале пары сказали, что у вас с Михаилом Дерянимым был какой-то открытый столов? Нет, не закрытый. Значит, 19-го числа в независимом пресс-центре, это на Остоженке, мы проводим такую пресс-конференцию, и, как вы по Сталину проводили год назад, посвященная 100-летию... В интернете смотрите объявление. Да, это будет 100-летие Федеральной резервной системы. Ну, я думаю, там будет весело. Там будет Михаил Хазин, Михаил Делягин. Я думаю, там будет довольно интересно. Это в любом случае будет выложено в интернете. Если больше вопросов нет, спасибо. Да, есть еще, давайте. Будущее существование России, как вы сформулировали, либо в условиях левой диктатуры, либо... Распад. Распад, так точно. При левой диктатуре, другими словами, национально-государственной диктатуре, необходимо формирование национально-государственной элиты. Нет, не национально-государственной, имперской. Имперской. Имперской, да. Извините, я вас перебью. И формирование принципиально новых спецслужб, принципиально новой армии. То есть, я это называю субъект стратегического действия. Он, причем, будет, скорее всего, похож на нео-афричневу. Да. Условия прихода. Условия прихода. Острейший кризис. Только острый кризис может произойти. Понимаете, какая вещь? Ведь Сталин не от хорошей жизни начал резать проект «Мировая революция». А он понял просто, что сейчас накроется все в результате НЭПа. И Ленинская гвардия окажется на плаву, потому что у них счета в иностранных банках. А он и его команда, они окажутся вообще в жуткой ситуации. Интересы команды Сталина совпали с интересами России. То есть, кризис. Одна часть элиты, когда начинает мочалить другую и возглавляет народный гнев, это только в условиях кризиса. Другого в спокойных обстоятельствах ничего нет. Или есть еще одна вещь. Все смуты в России начинались по схеме Ключевского и Платонова. Смуты верхов, потом смуты середины и смуты всего. Смотрите, как в 1917 году начиналось. Хотели чего всего сделать? Царя убрать. Но запустили такой процесс, который сломал все. Потому что убирание царя, или, скажем, умри царь в тот момент, и вся пирамида разрушилась бы. Вот это может быть. И здесь то же самое может быть. Кризис наверху. Чего-то не поделили. И запускается процесс, особенно если учесть, что плохая управляемость страны, что на местах люди живут, как им вздумается, то есть цепочка не работает, здесь могут начаться всякие разные процессы. Хорошо, что американцы грызутся с Китаем, потому что если бы они договорились между собой, то тогда бы нам было, конечно, не очень весело. В этих условиях возможен перехват этого процесса, как бы он неоднократно. Да, совершенно верно. Те люди, которые с середины 70-х годов планировали отстранить КПСС и заменить ее совсем другой структурой, они не хотели разрушать Советский Союз. Но в 88-89 годах Запад перехватил этот процесс. Возможен перехват. Вопрос в том, условия глобального кризиса. А. У Запада будут возможности перехвата. Б. Не произойдет ли взаимной нейтрализации силами наднациональных структур. И потом, я сейчас не буду развивать эту тему, но что-то мне подсказывает, что есть некие силы в мировой верхушке, которые заинтересованы в том, чтобы появился третий полюс помимо Китая и США. Потому что, во-первых, и там, и там проблемы. Во-вторых, здесь огромная территория, и нужно, чтобы она была в порядке, содержалась как резервная территория, в частности, на случай геоклиматической расстройки. Кроме того, треугольник – это самая устойчивая конструкция. И, безусловно, в мировой верхушке есть силы, которые хотели бы, чтобы, пусть Россия не будет сверхдержавой, но хотя бы крупной региональной державой и, главное, стабильной державой, чтобы она была. Здесь масса есть интересных вещей. Вот я, например, когда прочел, что на Украине будет теперь не три военных округа – северный, южный и западный, а западный и восточный, то есть Украина четко делится на две части. Я подумал, а не есть ли это подготовка к разделу Украины, для того, чтобы… Потому что без Украины России трудно быть великой державой. А не есть ли это некая подготовка раздела Украины на части, тем более, что всю Украину запад не слопает. Он просто подавится ее. Так что здесь возможны разные хитрые игры, о которых мы просто не представляем, о которых мы можем просто, так сказать, только вычислять и смотреть, что происходит. Так что перехват возможен. Это игра политическая. Знаете, здесь бывает по-разному. В том-то и прелесть наблюдения за политической игрой – это как мерцающие шахматы. Вот здесь ставил ладьян, раз конь появился. Все? Тогда спасибо за внимание. Спасибо за внимание.